Благовестие Израилю и всему миру Шалом, возлюбленные! Мы вместе говорим «Баруха Шем», что означает «Да будет благословенно имя Господня». Мы, Синтия, приветствуем вас. Да, слава Богу! Это чудесный день. У Бога есть новое начало на сегодня. Это слово для наших зрителей. Новое начало. Итак, каждый день, слава Богу, у нас есть надежда. Каждой секунде каждого дня есть потенциал для чего-то нового. На самом деле невозможно вернуться во вчерашний день. Люди хотят этого, но это невозможно. Вы лишь можете двигаться вперед и верить, что у Бога есть нечто новое и хорошее для вас. Бог открывает свет во тьме. Он всегда совершает чудеса в нашей жизни. Аминь! Аминь! Господи, мы со зрителями просим Тебя, открой наши сердца и наполни своей истиной, мудростью и откровением, а также своим драгоценным словом. Мы жаждем Тебя, Господь. Будь с нами. Говорим, друзья. Мы продолжим нашу тему. Вы наши друзья. Дух Божий развивает в нас чувство любви и общения. Если мы противимся этому, то должны покаяться, потому что Божие помазание сходит в силе там, где единство. Я называю вас друзьями в Духе и Истине. Мы проходим цикл об апостольских молитвах. Несколько недель мы рассматривали послание к Колоссинам, и сегодня мы снова вернемся к 9 стиху, потому что здесь сокрыто невероятное откровение. В иудаизме у любого стиха Торы есть четыре уровня значений. Есть прямое значение. Есть значения, которые углубляются все больше и больше. Откровение, которое может прийти к нам через Божье Слово, не имеет никаких границ. Мы должны быть терпеливы с Божьим Словом. Не стоит просто пролистывать его, думая, что мы поняли и запомнили все. Мы должны дать время Духу Святому, чтобы Он открыл нашей душе и Духу. Суть Божьего Откровения, чтобы мы видели свет и менялись. Давайте же продолжим сегодня читать. Это 9 стих 1 главы. Итак, Павел молился, «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас». Как вы помните, я говорил, что мы должны больше молиться за других, а не только за себя. Павел говорит, что молился за других. «Давайте молиться о теле, о церкви». И тут Павел продолжает. «Не перестаем молиться о вас». И вот цель его молитва. «И просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Мы читали слова Иисуса в Евангелии, где Он сказал, «Овцы мои слышат голос Мой и не идут за голосом незнакомца». «Но я много раз говорил Иисусу, но я не слышу твой голос. У меня в голове много мыслей. Я не знаю, какая из них от тебя. Эта или та, или какая-то ещё». Я уверен, что все вы переживали это. И поэтому я много раз говорю, «Иешуа, Твое Слово говорит, что Твои овцы знают Твой голос и не будут следовать за голосом незнакомца». Но Иисус, мне часто кажется, что я не слышу Твой голос. Я не знаю, чей это голос на самом деле. Твой или незнакомца. Но когда мы растём во Христе и преобразуемся в Его образ, мы начинаем лучше понимать Его волю. И это происходит благодаря тому, что мы исполняемся познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Иными словами, когда мы познаём волю Божию и имеем духовную мудрость, которую нельзя получить, выучив что-то, «Иешуа» — это воплощение мудрости в притчах. Когда мы получаем духовный дар воли Божией с мудростью и понимаем, что мы можем понять, принадлежит ли этот голос Иисусу или незнакомцу. Мы знаем волю Божию, имеем мудрость и можем различить голоса. Задумайтесь над этим. Если вы посмотрите на свою жизнь и сердце, то вы увидите, что бывали времена, когда вы делали вещи, которые противоречили воле Божией в вашей жизни. Не потому, что вы грешили. Сейчас вы знаете, что это плохо, но тогда даже не знали, что грешили, потому что у вас не было духовной мудрости и понимания для развлечения света и тьмы. Библия говорит, что мы развиваем наши духовные чувства, когда взрослеем в Господе и учимся различать добро и зло. Павел молится о том, чтобы мы наполнились познанием Божьей воли во всякой духовной мудрости и понимании. Я хочу показать вам практическую сторону этого вопроса. Когда у нас нет духовной мудрости и понимания, мы можем падать на лицо, ища Бога. Слава Богу, что Он всегда поднимает нас и учит нас на наших же ошибках. Мы идем дальше и вырастаем. Без духовной мудрости и познания воли Божьей мы можем пытаться идти за Иисусом, но мы будем падать. Когда я был молодым верующим, то любил Бога так же, как и сейчас. Я искал Его. Но так как дома меня не наставляли в Писании, у меня не было откровения о воле Божьей, когда я принял Иисуса. Я делал вещи, которые считал нормальными. Лишь много лет спустя Дух Святой начал показывать, что эти вещи не были по Его воле. Одним из главных камней преткновения сегодня и в прошлые времена было водительство чувствами, а не духовной мудростью. Это одна из главных сфер, в которой мне пришлось учиться. Я учился жить по Божьему Слову, в познании Его воли. Мне нужно было научиться этому, чтобы не жить по чувствам. А как насчет вас? Сколько раз вы влюблялись в других людей, в незнакомцев? Если бы вы следовали этим отношениям, то они принесли бы вам разрушение, чувства, какими сильными они бы не были, не всегда истинны. Кто из вас влюблялся в человека, которого не знал? Вам кажется, что вы действительно любите? А скажите, откуда взялись и появились эти чувства? Неужели они от Бога? Часто, когда люди не научены в познании воли Божьей, как говорит Павел, они полагаются на чувства, которые кажутся им сильными. Они убеждены, что это любовь от Бога. И они идут за чувствами, а в итоге все заканчивается разводом и разрушением жизни детей и близких. Если вы совершили такую ошибку, знайте, во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Бог любит нас, и мы должны учиться на своих ошибках. Я лишь пытаюсь показать, насколько важна жизнь в мудрости и не быть вводимыми чувствами. Мы должны быть терпеливы с Божьим Словом. Не стоит просто пролистывать его, думая, что мы поняли и запомнили все. Мы должны дать время Духу Святому, чтобы Он открыл нашей Душе и Духу Нашему суть Божьего Откровения, чтобы мы видели свет и начали меняться. Иисус говорит, овцы мои слышат Мой голос. Они не идут за голосом незнакомца, так же и мы не должны быть вводимы нашими чувствами, и каким бы то ни было другим голосом, кроме голоса Духа Святого. Неужели этот голос от Бога? Нет. Он от плоти. Чувство, конечно, это дар от Бога, но чувство создано для того, чтобы подчиняться разуму. Мы живем умом. Я не говорю о нашем ментальном уме. Я имею в виду ум Христов, который Бог дал нам. Познание Его воли, мудрость и разумение — это сфера ума. Если вы водимы чувствами, а не мудростью самого Господа, Его водительством и Его волей, то вы упадете независимо от своей искренности и любви к Богу. Так что призываю вас, не будьте водимы чувствами. Одному из членов нашей команды приснился сон. В этом слове Равин делился словом с проститутками. Во сне команда состояла из акушерок, они принимали роды у проституток. Член нашей команды получил этот сон и поделился им с другим членом команды. А на следующий день команду пригласили к проституткам и наркозависимым. Тогда мы поняли, что это подтверждение Божьей руки. Они пригласили нас в отель, в который приходили проститутки и попросили встретиться с ними, помолиться за них. Равин поделился с ними Евангелием. И это было замечательное время, хорошее время, когда Господь мог сверхъестественно действовать и благословить этих людей, даруя им обновление, исцеление и самое главное покаяние в своей жизни. В итоге две проститутки отдали свои сердца Господу и покаялись. Они сказали, что сделают шаг веры и доверятся Богу в том, что Он восполнит их нужды. После встречи они пришли на служение. Они подошли к нам и рассказали о том, как они рады, что приняли Господа. Команда обудрила их на пути веры, они знают, что мы молимся за них и что Господь освободил их от проституции и страха, который в них вселил сатана. Теперь они свободны и это самое главное. Мы очень благодарны Господу. Давайте продолжим. Он говорит, что благодаря мудрости и пониманию вы можете сделать правильный выбор и тем самым принесете Богу радость. Он говорит в 10 стихе, чтобы поступали достойно Бога. Иными словами, он говорит, я хочу, чтобы вы знали Божью волю, имели духовную мудрость, чтобы ходить достойно Господа. Эта концепция может показаться нам чем-то странным. Но, друзья мои, Павел говорит о святости. Святость это когда вы отделены, вырезаны. Уникально цель нашего спасения состоит в том, чтобы мы жили достойно Господа, угодно Господу. И это жизнь в святости. Послушайте еще раз, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Недавно я провел месяц в Израиле со своей женой Синтией, изучая Священное Писание, изучая Тору. Я просил Господа наполнить меня и помазать. И одна из вещей, которая сильно коснулась нас, а таких вещей было много. Это откровение Истора о том, что Бог ожидает от Своего народа, что он будет другим. Есть хасиды, которые носят пейсы и одеваются так же, как несколько сотен лет тому назад. Все потому, что они хотят быть другими. Иными словами, они не пытаются соответствовать культуре. Они хотят отличаться ради Хашема. Павел говорит, что желает, чтобы мы тоже отличались. Он желает, чтобы мы ходили достойно Господа, угождая Ему во всем. Бог призывает вас к своей святости. Библия говорит, что вы избранный народ, царственное священство. Бог призвал вас из тьмы в чудесный свет. Иешуа говорит, что если бы вы были от мира, мир любил бы вас. Но так как он забрал нас из мира, мир возненавидел нас. Иисус сказал, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отца их. Иными словами, Бог желает, чтобы у нас была сила, выдержка. Он хочет, чтобы мы знали разницу между добром и злом. И повиновались ему, ходя достойно призвания. И когда мы поступаем так, мы становимся уникальным, начинаем отличаться от мира. Люди увидят это. Они поймут, что мы принадлежим Хашему. Я уже говорил, что Хашем это Божье имя на еврите. Мы говорим Бару Хашем, да будет благословенно имя. Иначе говоря, Бог бесконечный. У него нет начала и конца. И когда мы говорим Бару Хашем, то благословляем Господа, который выше всего. Я хочу ободрить вас. Если мы хотим находиться на таком уровне, то должны быть сильными, чтобы отличаться. Быть святым значит отличаться. А мы не сможем угодить Господу, если не будем святы. Все это связано. Павел говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Мы говорим о святости. А святость это когда вы отделены от мира. У вас есть мудрость и понимание Его воли. А вот что отличает вас. Вы ходите в этом и не боитесь цены, которую приходится платить за это. Иисус сказал, что благословенны те, кто страдает за праведность. А далее Он говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Я считаю, что изучение себя самого является одним из ключей к освящению. Библия говорит, что если мы судим себя, исследуем свою жизнь, то угождаем Богу. мы должны спрашивать себя, угоден ли наш путь Господу. Иными словами, мы должны чувствовать Духа Святого и постоянно следить за собой. Мы должны спрашивать себя, угодны ли наши мысли и чувства Господу. И мы должны делать поправки, чтобы следовать за Ним, угождая Ему. Один из признаков духовного освящения и зрелости — это осознание и способность судить себя каждый день. Я не говорю об осуждении, но об осознании того, что вы делаете, чтобы быть рядом с Господом. Павел говорит, что его задача для нас — чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Способность угождать Ему во всем касается не только того, что мы делаем внешне. Это не только деньги, которые мы дали нуждающемуся. Это вопрос нашего отношения, наших мыслей, говорим ли мы в правильном тоне. Мы осознаем свою внутреннюю жизнь и Господа. И поэтому мы стараемся как можно лучше соответствовать Богу. И когда мы поступаем так, то угождаем Богу все больше и больше. Намного лучше судить себя, как говорит Писание, оценивать себя и исправляться, чем получать исправление от Господа, наказание от Него. Библия говорит, что если мы будем судить или оценивать себя, то нам не будет нужен суд или наказание от Господа, потому что мы сами исправим ситуацию, и нам не будет нужно Божие наказание. Но давайте продолжим читать Писание. Поступая так, мы принесем плод во всяком добром деле. Мы находимся в мире не только для того, чтобы переживать отношения с Богом, но чтобы влиять на мир через добрые дела. Библия говорит, что Бог приготовил эти добрые дела заранее. Это полный цикл, который начинается с Господа, проходит через нас и возвращается в мир с добрыми делами. У меня есть хорошая новость для всех вас. У Бога есть план, судьба, которая больше всего того, что мы можем себе представить. Не видела ока, не слышала уха и не приходило на сердце человеку то, что он приготовил любящим его. Возлюбленные, это касается вас. Намного лучше судить себя самим. Так говорит нам Писание. Нужно оценивать себя и справляться самостоятельно, чем получать исправление от Господа и наказание от Него. Я люблю вас, я благословляю вас во имя Иисуса. Продолжайте думать об этих вещах. Баруха Шем, как Равин говорил сегодня в послании, Господь призывает нас исследовать свои сердца, исследовать свой путь, исследовать свои дела, нашу работу с Духом Святым. Меня поразило то, что ты сказал о том, что мы должны ходить как отделенные люди. Мы знаем этот мир, но он призывает нас к познанию его. Я считаю, что мы работаем в роли послов. Мы должны действовать достойно нашего призвания. Мы отделены. И это действительно поразило меня. Я должна отделиться. И когда я начинаю смотреть на себя, как на отделенную, обновленную, то с точностью могу сказать, что я оставлю старые пути, чтобы затем принять новые пути моего небесного отца. это чудесно. Мы особенные. Иисус сказал, что если бы мы были от мира, то мир любил бы нас. Но так как Он избрал нас из мира, мир возненавидел нас. Мы должны принять это призвание. Мы другие. Мы должны быть другими. Иисус говорил, чтобы мы посмотрели на лже пророков. Все говорили о них хорошо. Иисус сказал, горе вам, если все будут говорить хорошо о вас, потому что это означает, что вы такие, как они. Мы видим концепцию святости, которая преображает нас и делает нас послами. Да, сперва люди могут отвергать вас. Я вижу, как путь нашего общества отдаляется от пути Божьего. Изначально люди могут отвергать это, но я верю, что глубоко внутри у них есть уважение и интерес. Глубоко внутри связанное с вечным Богом, и все это, безусловно, касается их сердец. Слава Господу за это. Аллилуйя, аминь. Да, имеющий уши, чтобы слышать, услышат. Иисус сказал, что каждый, кто услышал и научился у Отца, приходит ко Мне. Большинство людей отвергает его, спасался всегда лишь остаток, и мы готовы к тому, что большинство людей не будут принимать наши слава. Но я согласен с тобой, что глубоко внутри наши слова резонируют с их сердцем. И даже если они отвергают нас, то знают, что в наших словах было зерно истин, даже если они отвергли ее. Да, это правда. Как ты говорил, мы действительно должны поддерживать связь с Господом, ходить с Ним, говорить с Ним, чтобы быть сильными на своем пути. Аминь. Я хочу ободрить вас. Синдия только что говорила, что мы должны дальше обращаться к Богу. Послушайте, никогда не переставайте говорить с Богом. Говорите с Богом в машине, говорите с Богом в душе, говорите с Богом как можно чаще, потому что Он хочет быть самой близкой личностью вашей жизни. Он дал нам дар речи, позволив общаться с Ним на сверхъестественном уровне. Баруха Шем, Бог сделал вас послом, Он призвал вас быть другим, и когда вы будете говорить с Ним, Он даст вам силу, чтобы исполнить то призвание, которое Он дал вам. Субтитры 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 так же и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для Слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. Присоединяйтесь к Кровину Шнайдеру на следующем выпуске, где он подробнее рассмотрит послание к Колоссинам и расскажет, как достичь новых измерений на пути с Богом. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнава еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Сегодня мы говорили о хождении в мудрости. Мудрость влияет на многие сферы нашей жизни. Мудрость должна влиять на нас в вопросе финансов. Истина в том, что если мы почитаем Господа финансами, то ставим Бога на первое место. Глупо не почитать Бога своими финансами. Господь обещает нам, что если мы будем давать Ему финансы, то Он и зальет благословения с небес, причем и зальет их до избытка. А когда мы не почитаем Господа финансами, то нам не хватает мудрости, потому что так мы закрываем свое сердце от Него. Если это служение благословило вас, если вы считаете, что это служение от Господа, тогда откройте свое сердце и пусть Дух Святой проговорит к вам. Если Бог побуждает вас пожертвовать на это служение, пожалуйста, послушайте с Его. Ведь вспомните, что послушание гораздо лучше жертвы. Но в этом Новом Завете у нас есть и послушание, и жертвы. Вас ожидает великое благословение. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение. Интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению узнавая еврейского Иисуса очень легко. Будьте с нами!